День психолога Депутаты Гурсовета обсудили вопросы социальной политики. Смоленские полицейские задержали наркодилера. На прошлой неделе спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ на территории муниципального образования. Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за неделю. В Десногорске завершился муниципальный этап рождественских чтений. К нам едет губернатор. Обращения смолян стали поводом для проверки Алексея Островского. Губернатор проинспектировал многофункциональный центр в Смоленске. Смоляне, которые пришли получать услуги, были вынуждены несколько часов провести в очереди. Жители обращались к главе региона лично и через социальные сети. Сейчас проблему решили. Тем не менее, губернатор инкогнито направит своего сотрудника для еще одной проверки. 20 ноября в Десногорске состоялась 57-я сессия городского совета. В работе сессии принял участие депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Какие вопросы поднимали депутаты на повестке дня, смотрите в нашем сюжете. На сессии были включены вопросы о внесении изменений в бюджет Десногорска на 2018 год и плановый период на следующие два года. Также обсуждалось установление компенсационных выплат на 2019 год. Уносится предложение о установлении компенсационных выплат за присмотр и уход с детьми из молодых семей, детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Решения о компенсационных выплатах были приняты. Также депутаты установили выплаты на 2019 год на горячие завтраки для обучающихся с 1 по 4 класс в муниципальных бюджетных образовательных организациях и для обучающихся с 5 по 11 классы из малоимущих семей. Расходы понесет местный бюджет. По просьбе руководства детских дошкольных образовательных учреждений было решено принять муниципальную собственность, детские игровые комплексы и системы видеонаблюдения. Их приобрели за счет средств благотворительной помощи. Во время обсуждения этого вопроса Михаил Лосенко выступил с предложением не ограничиваться только детскими садами, а подумать о том, чтобы установить детские игровые площадки в каждом дворе Десногорска и скамейки у подъезда в жилых домов. Также депутат поднял вопрос о социальной защите инвалидов. Смоленские таможенники отменялись опытом с белорусскими коллегами. Участники встречи познакомились с результатами работы мобильных групп. Они пресекают ввоз в Россию под санкционных товаров в районе пункта Красная Горка. На территории России таких групп 35. Одно из основных направлений их деятельности – это работа на смоленском участке российско-белорусской границы. Наркополицейские вычислили дилера по наводке. Подозреваемый пытался сбыть героин Смоленской области. Подробности смотрите далее. Полицейские установили личность возможного курьера. Им оказался 18-летний гастролер, который приехал из соседнего региона. Оперативники вычислили, что он находился в Сафоновском районе. Стражи порядка немедленно выехали туда. Уже поздней ночью молодого человека задержали в одном из спальных районов города. Подозреваемого досмотрели и нашли в его рюкзаке наркотическое средство. Это был героин весом 200 граммов. Он был расфасован в более 100 свёртков. Преступник планировал сбывать его бесконтактным способом на всей территории Смоленской области. В отношении подозреваемого следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание, которое может получить наркодилер – лишение свободы на срок до 20 лет. В данное время он заключён под стражу. В Сафоново 14-летняя девочка покончила с собой. Семья была в сложном финансовом положении. Школьница писала письмо президенту с просьбой о помощи, поскольку мать подростка работала в больнице и получала мизерную зарплату. Глава государства поручил руководству разобраться с проблемой, но вместо этого начальство лишь отругало мать. В школе у девочки тоже началась травля, в которой участвовали и учителя. Возбуждено уголовное дело. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления ГООЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ на территории муниципального образования. По оказанию помощи скорой – четыре раза, по вскрытию дверей – один раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 664 сообщения, из них 238 ложных. Поступило и отработано 12 просьб от населения. Все этапы российской серии кольцевых гонок пройдут на семи автодромах. При этом учли мнение всех участников и предложили уникальный календарь. Он задействует семь трасс в различных регионах страны. Традиционно гонки будут собирать спортсменов разных классов – Туринг, Супер Продакшн, Туринг Лайт, Национальный и Национальный Юниор. О совместных этапах с другими кольцевыми сериями будет объявлено дополнительно. Смоляне поздравили патриарха Кирилла с днем рождения. В Свято-Успенском кафедральном соборе Смоленска был совершен молебен о здравии предстоятеля. Он четверть века был смоленским архиереем. В эти годы шло возрождение приходов и православных традиций. Смоляне отдали дань памяти и родителям патриарха Кирилла, сослужив о них панихиду. Рождественские образовательные чтения – это крупнейший церковно-общественный форум. Центральной темой этого года стала «Молодежь, свобода и ответственность». В нашей области они проводятся в четвертый раз. 20 ноября в Лесногорске завершился муниципальный этап проекта. По этому случаю в Доме детского творчества состоялось торжественное награждение. Подробности далее. На мероприятии присутствовали почетные гости. Заместитель главы Александр Новиков, председатель комитета по образованию Татьяна Токарева и настоятель Богородицы Скорпященского кафедрального собора протеерей Виталий Сладков. Они отметили важность этого проекта для современной молодежи. Мы все прекрасно понимаем, молодежь – это те, кто будет созидать наше общество, создавать в нем настроение должное. И вот от состояния молодых людей, от их принципов жизненных, которые они себе выбирают, от наличия у них некоего нравственного стержня, конечно же, мы все прекрасно понимаем, зависит то, каким будет в дальнейшем наше будущее, каким будет наше общество. На церемонии награждения грамоты получили не только школьники города в различных номинациях, но и сотрудники комитета по образованию, педработники и руководители образовательных организаций. Программа муниципального этапа была очень обширна. Она включала в себя разные мероприятия. Акция «День добрых дел» – круглые столы учителей, старшеклассников, воспитателей, мастер-классы и конкурсы творческих работ. Дарья Смыслова получила первое место за участие в конкурсе «Добрый мир православия» в номинации «Рисунок». Победительница рассказала, почему она решила участвовать в конкурсе. Мне очень понравилась тема именно конкурса. Я захотела поучаствовать в нем. Руководитель мой был Вера Хайдаровна, преподаватель в детском доме творчества. Было очень приятно, что меня наградили первым местом за рисунок. Второй региональный этап рождественских образовательных чтений пройдет с 20 ноября по 10 декабря. Алина Сазонтова, Элина Наруматова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Смоленский оркестр отметил юбилей. В филармонии прошел праздничный концерт. 30-летие отпраздновал коллектив «Смоленский русский народный оркестр». Он был создан в 1988 году народным артистом России Виктором Дубровским. Ныне оркестр носит имя своего основателя. Он переживал разные времена и сейчас является одним из лучших российских коллективов. А теперь коротко о погоде. 23 ноября в Десногорске будет небольшой снег. Днем минус 3, ночи минус 2. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.tv.ru. С вами была Элина Наруматова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова